Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасия Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Вихрь на Иртыше. Судно на воздушной подушке теперь перевозит жителей Левобережья. Как наладили транспортное сообщение, расскажут наши корреспонденты. Вихрь прибыл из Увата. Судно на воздушной подушке перевозит табаляков с правого на левый берег и обратно. Оно рассчитано на 20 человек. Этого достаточно, чтобы закрыть потребность в транспорте по данному маршруту. На сегодня мест хватает всем желающим. В час пик, то есть утром и вечером, в салоне максимум 18 человек. Едут в одну сторону, а в другую могут быть 3-5 человек. В салоне достаточно комфортно. Удобные места для сидения. Добраться на другой берег можно в тепле и в считанные минуты. Поездка бесплатная. Мы под воздушную подушку, как и под паром, приспособили расписание общественного транспорта городского, которое будет, как и в обычном летнем режиме, осуществлять подвоз наших жителей к паромной переправе. На период ожидания на остановке у паромной переправы мы традиционно используем пункт обогрева в виде отдельного автобуса. Погода диктует свои правила. По календарю уже зима, а эртыш еще не встал. В середине реки, в районе переправы вообще открытая вода, а по краям тонкий лед и шуга. Такая ситуация в Тобольске возникла впервые за много лет. Движение парома пришлось остановить. В связи с тем, что лед идет, шуга образуется и забивает винты нашего парома, это небезопасно. У каждой техники, у каждой услуги есть свои требования безопасности. И это не индивидуальное решение нашего речпорта, это коллегиальное решение, которое направлено на безопасность людей. Жители Левого берега обратились в администрацию города. На сегодня вопрос перевозки решен. Пригласили нас на собрание по поводу решения сложившейся ситуации и по поводу решения некоторых вопросов. На данный момент один из вопросов решен. Воздушное судно поставили нам, то есть оно функционирует с сегодняшнего вечера и перевозит людей. Хлеб в магазины завезли, продукты, я еще не знаю точно завезли или нет, но хлеб однозначно мы сегодня уже все приобрели, купили. Теперь табаляки могут вернуться к привычному режиму сообщения с Левобережьем. В гости ездим, бабушки. В бабушке поехали, в гости. Ну и все, про умрали и застрял тут. Понезапно так остались там. Без бензина, без всего. Продукты есть, но вот молочка, хлеб, вот этого не было. Ну по поводу работы, то что добираться не было вариантов, то есть не на чем. Как бы на электричке тоже это не успеваешь уже, в 11 часу только идет. Ну мне нормально, я в школу не ходил. Больше ничего не скажу. Ну хорошо, что хотя бы вот ее сюда пригнали, чтобы домой добираться. Главное, чтобы ходила, нормально и все. Так нормально будет. Переправой через Иртыш пользуются и жители Тобольского района. А природа нередко непредсказуема. Губернатор Александр Мур во время прямой линии обсудил ситуацию с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и распорядился приобрести свой речной транспорт. Мы выделим вам денежные средства, чтобы в следующем году уже приобрести свое отдельное судно, чтобы оно уже работало постоянно в городе Тобольске. И вот в этот период межсезонья больше таких ситуаций не возникало. Ну а когда можно будет установить мостки для пешеходов и тем более организовать ледовую переправу для транспорта, зависит только от матушки природы. Анастасия Плюснина, Рустам Розеев, Тобольское время. Поддержка многодетных, строительство школ, газификация и многое другое. Более полутора тысяч вопросов поступило на прямую линию губернатора Тюменской области Александра Маора. Подробнее в следующем сюжете. Помощь многодетным семьям в центре внимания на прямой линии губернатора. Александр Маор анонсировал новую меру. Она начнет действовать с 1 января 2024 года. Многодетные семьи в нашей области теперь смогут компенсировать затраты на подключение к электросетям своих участков, которые были им выделены в собственность, для строительства жилья. На прошлой неделе Тюменская областная дума в окончательном уже чтении приняла соответствующий региональный закон. Отдельное внимание строительству школ и детских садов. 2023 год стал рекордным для области по введению учебных мест. Почти 4,5 тысячи. До конца текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы. Это у нас деревня Овсяниково Тобольского района, в поселке Иртыш и в селе Большой Карагай Вагайского района. Каждая из этих школ рассчитана на 60 мест. Еще одна важная тема, особенно для селян, индивидуального жилищного строительства – газификация. Около 200 километров сетей планируется построить в Тюменской области до конца 2023 года. Это даст возможность подключить более 4 тысяч домов. Также в этом году расширен список льготных категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов. В 2024 году мы разработаем проектную документацию для газификации еще 37 сельских населенных пунктов. А газовые сети будут построены в 18 ранее не газифицированных населенных пунктах. В их числе и населенные пункты Тобольского района. Преобразования продолжаются во многих сферах. В этом году в Тюменской области отремонтировано 350 километров дорог. Появились новые поликлиники и ФАПы. Вопросы губернатору задали и по поводу бродячих собак. Специалисты муниципальных приютов отлавливают их, стерилизуют и пытаются найти новых хозяев. И есть некоторое снижение численности бездомных хвостатых. Но, по мнению губернатора, проблему нужно решать иначе. Я сторонник того, что на законодательном уровне необходимо вводить ответственность владельцев домашних животных. Все затраты на отлов, стерилизацию, перевозку, обращение животным нужно выставлять хозяину. Тогда будешь задумываться, надо ли брать собаку домой, а если взял, то нести всю ответственность. Более полутора тысяч вопросов поступило на прямую линию главы региона. Часть решили до эфира. Губернатор заверил, что на оставшиеся обязательно дадут ответы профильные структуры. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Тобольское время. Компания «Суэнка» приступила к обустройству территории базарной площади Тобольска. За два года энергетики планируют построить новые объекты и отреставрировать три памятника культурного наследия. С подробностями Ольга Куричко. Эти объекты культурного наследия предлагали инвесторам за один рубль. Восстанавливать полуразрушенные здания никто не решался. Не привлекала даже земля в знаковом месте Тобольска. Комплексное решение по обустройству исторической территории предложило руководство «Суэнка». Реставрация электростанций, насосной станции, а еще городских бань. Здание, построенное в начале 20 века, частично стоит в руинах. Городские бани были самым посещаемым местом в Тобольске. Здесь всегда стояли очереди. На первом этаже располагались женское и мужское отделения, а на втором этаже были номера с ваннами. Но табаляки особенно ценили здесь буфет. После водных процедур они приходили выпить пенное пиво и газированную воду. Объекты на базарной площади попадают в зону туристического маршрута. Давно назрела задача привести их в нормативное состояние. Работая над проектно-сметной документацией, проектировщики продумали общий архитектурный облик и детали. Соединить с пятью новыми и двенадцатью отремонтированными зданиями в единый комплекс. Новые и старые сооружения будут созданы в единой визуальной концепции, чтобы при виде сверху со смотровой площадки Тобольского Кремля они смотрелись единым архитектурным ансамблем. Здесь появятся новые архитектурные формы и элементы туристической инфраструктуры. Продумано и приспособление в будущем исторических зданий. Мы ведем активную подготовку, уже начали к юбилею города, 440 лет впереди. И есть планы к этому времени город, скажем так, ознаменовать юбилей города открытием больших объектов. Там планируется, помимо нужд самого предприятия, использовать для музея. 11 старых зданий решили снести. Одно из них уже демонтировали. На его месте возводят склад с навесом, общей площадью 1500 квадратных метров. Создание единой рабочей зоны для складирования мест, складирования, хранения материалов, хранения спецтехники, автотранспорта, формирования инфраструктуры. Кроме этого, как я уже сказал, компания полностью воссоздаст инфраструктуру, организует подъездные пути, проведет коммуникации. Работы по реставрации и реконструкции объектов на Позарной площади активно начнутся в 2024 году. Завершить их планируют в 2026. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Департамент по образованию администрации Тобольска возглавит Анна Стенникова. Директор школы номер 7 стала победителем конкурса на замещение вакантной должности. Конкурс впервые проходил в открытом формате, чтобы раскрыть потенциал системы образования. Подробнее в нашем материале. 16 кандидатов – директора городских школ. Большинство из них – стажисты с богатым опытом работы в школе. Этот опыт им предстояло обобщить в конкурсной презентации. Здесь, наверное, самую лучшую управленческую практику необходимо выделить. У меня – это участие в федеральном проекте школы Министерства просвещения России и управленческая модель, которая нами выбрана была и в которой мы результативны. Конкурс на замещение должности директора департамента образования по формату напоминал образовательную сессию. Продуктивная работа в группах, презентации проектов, опыт, наработанный в учебных заведениях, можно применить и в масштабах города. Мы готовимся к тому, что так или иначе нам нужно олимпиадное движение выводить за рамки гимназии и привлекать к этому как можно больше педагогов, одаренных детей, специалистов, привлеченных высшей школы. Кроме того, руководители городских школ прошли тестирование на знания законодательства всех уровней – от федерального до муниципального. С претендентами плотно работали представители Тюнгу, кафедры общей и социальной педагогики, специалисты Тагира и другие приглашенные эксперты. Каждый человек имеет право заявить о своей эффективности, о своей заинтересованности. И именно сегодня мы видим такую возможность для всех. Постоянное выступление, участие в различных программах на регионе, на России, они, конечно, помогают, потому что везде есть тайминг и везде его нужно соблюдать. Он, конечно, не такой жесткий, как сегодня, но, тем не менее, думаю, что этот опыт, наверное, сослужит хорошую службу мне и сегодня. Именно Анну Стенникову, директора седьмой школы, единогласно выбрала комиссия. Ей предстоит разработать конкретную программу развития сферы образования по основным направлениям – родитель, ребенок, общественность – с учетом лучших практик всех школ. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В Тобольске итоговой выставкой завершается работа творческой студии «Арт-крыло» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализует детская школа искусств имени Алябьева. Подробнее расскажет Елена Макова. На этой выставке более 150 работ воспитанников творческой студии «Арт-крыло». Более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 16 лет под руководством педагогов освоили два направления декоративно-прикладного творчества. Ребятами сделаны дизайнерские вещи из керамики. Первое задание, которое мы выполняли, мы выполняли тарелочку. Дети учились собирать форму, знакомились с материалом и учились технике штампования при помощи растительных форм. В технике ручной набойки были выполнены салфетки, декоративные панно, банданы, а также эксклюзивные футболки и сумки-шоперы. Было очень приятно видеть такой блеск в глазах, когда ребенок работает, открывает для себя какие-то новые грани, новые возможности. Это очень дорогого стоит. Неповторимые ощущения, я думаю, что как для детей, для их родителей, так и для нас, преподавателей. Детская школа искусств имени Алябьева не первый год реализует курсы для особых детей. Их цель – расширить творческий горизонт ребят. Проект получился очень ярким, творческим, талантливым. Это можно судить и по сегодняшней выставке, какие замечательные работы получились у детей. Все дети очень творческие, одаренные. Проект студии «Арт Крыло» получил поддержку программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Направление инклюзии – это одно из семи ключевых направлений «Формула хороших дел». Глядя на все эти изделия, которые сегодня предоставлены, душа радуется о том, что у нас все-таки есть такая возможность поддерживать такие проекты. Помимо этого, ребята научились играть на музыкальном инструменте западноафриканских народов джемби и лепестковом барабане. Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Субтитры предоставил DimaTorzok В Тобольске небольшой снег. Утро минус 10, днем минус 9-10 градусов, ночью минус 11. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова